Муфти Дагестана шейх Ахмад Афади награжден Орденом Дружбы. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал накануне. Более 20 лет духовный лидер мусульман республики работает во благо народа. Эксперты считают его одним из тех, кто предотвратил гражданскую войну на земле Дагестана в тяжелые 90-е. По его инициативе сейчас работают десятки социальных учреждений. Проведены сотни мероприятий по налаживанию межконфессиональных и межнациональных отношений. Подробнее о заслугах мудрого наставника и скромного руководителя в материале Хамзу Нурмагамедову. 98-й год. Экстренное совещание ученых республики. Выбирает Муфтия. Никто не берет на себя эту тяжелую ношу. Не прошло и двух дней, как до этого убили предыдущего духовного лидера Саид Мухаммада Абубакарова. Собравшиеся предлагают кандидатуру Ахмада Абдулаева. Он не смог отказать. Решение далось нелегко. Прежде всего в эмоциональном плане. Саид Мухаммада очень много критиковали. И я не считаю себя лучше него. Но если вы посчитали меня достойным, то я готов. Это было время разобщенности и низкого уровня религиозного образования, когда экстремистские течения внедряли в умы молодежи свою губительную идеологию. 99-й год теперь уже история. Банды международных террористов под началом Басаева и Хаттаба вторли с Дагестан. Позиция Муфтия в те трагические и судьбоносные для республики дни принципиальная. Любой ценой защитить родину от бандитов. Его заслуги знают нынешние представители власти. И хорошо помнят бывшие. Муфтий наш, те, которые его знают, знают, что он тихим голосом говорит. Но тогда, когда началась война, и он обращался к народу, его слышали все. И в горах, и на равнине. Его слышали и верующие, и неверующие. Они поверили Муфтию, который говорил, что эти бандиты ничем общего не имеют с религией. Что они не вправе объявлять джихад и действовать против нашей республики. После этих событий Муфтия берет курс на активную просветительскую деятельность. По ДО патронажам открываются мадресы, школы, СУЗы и даже ВУЗы, где помимо светского образования студенты получают и духовную подпитку. В тысячах мечети республики призывают к межнациональному и межконфессиональному согласию. В этом направлении работают телевидение, сайты и газеты. Шейх сам преподает и наставляет людей на путь истины. Выпустив авторскую книгу «Благонравие праведников». Его задача – повысить уровень образования, чтобы люди не заблуждались. И понимали, что истинный ислам призывает не к войне, ненависти и раздору, а к дружбе, любви и простанию родного края. Такой человек у нас, то, что живет в Дагестане, это большое везение для общества. Его человечность, его гуманистические подходы к жизни, я его считаю гуманистом этой эпохи. На шестом межрелигиозном форуме, который проходил в начале этого месяца, муфти ставит перед собой, казалось бы, нереальную задачу – сделать так, чтобы жители других регионов России отзывались о дагестанцах только с положительной стороны. Но Шейх уверен, общими усилиями это будет достигнуто. Еще один самый крупный проект муфтиата – это строительство духовного центра имени пророка Иса Мириму. Народная стройка успешно продвигается. Уже сейчас она объединила в себе практически все слои населения, независимо от национальности и вероисповедания. Недавно одну из ее алей назвали в честь трех конфессий. Представители ислама, иудаизма, и христианства вместе посадили более двухсот деревьев. Управлять этой сложнейшей, противоречивой системой надо обладать колоссальными качествами, системным мышлением и, самое главное, скромностью и спокойствием. Это такая личность, с моей точки зрения, одна из самых, если не самая уважаемая личность в современном Дагестане. Чиновники, политики, профессора, работники разных сфер признают неоценимый вклад муфтия в дело сохранения мира и согласия на земле Дагестана. И вот глава государства 4 октября подписывает указ о награждении духовного лидера Мусульман Республики Орденом Дружбы. Заслуженные награды настоящего духовного лидера, патриота и гражданина.